Всем привет! Мы тут узнали, что очень многим российским предпринимателям понравилось наше решение для небольшой розничной торговли. Программа 1С-касса. Оно простое, не требует сложной настройки или долгого обучения. Поставил и работай себе на здоровье. Но вот когда пользователи начинают настраивать синхронизацию 1С-кассы с другими, более сложными решениями 1С, то, как правило, возникает вопрос. А почему нельзя одновременно вести учет остатков и в 1С-кассе? И, например, в 1С-бухгалтерии или в 1С-рознице? Этот вопрос задают часто, поэтому постараемся ответить обстоятельно и очень доступно. С вами канал Справочное бюро предпринимателя. Давайте разбираться. Дело в том, что программы 1С не просто обмениваются данными об остатках товаров. Представьте себе, что в одной программе вы создали новый документ, который эти самые остатки изменяет. Акт списания, например, причем задним числом. В итоге остатки в разных программах станут разными. Но ведь нельзя после ввода каждого документа пересчитывать все остатки и по новой отправлять их в другие программы. Это заняло бы слишком много времени. Поэтому программы 1С обмениваются не остатками, а документами. И тот же акт списания, переданный из 1С в другую конфигурацию, изменит остатки и в ней. И все более-менее нормально работает, пока друг с другом обмениваются сложные, полнофункциональные программы 1С. Как правило, в этих программах поддержан весь набор товароучетных документов. Другое дело 1С-касса. В ней, чтобы сделать ее как можно более проще и понятнее, мы обошлись минимальным набором процедур, сущностей и документов. В малом бизнесе, в подавляющем большинстве случаев, этого вполне хватает. Но вот представьте себе, что вы синхронизируете программу 1С-касса, например, с 1С-розницей. Есть очень большая вероятность, что среди тысяч документов и операций, в 1С-рознице найдется такая, которая не поддержана в 1С-кассе. И в итоге, после синхронизации, остатки в 1С-рознице и в 1С-кассе будут отличаться. Ну или проще говоря, 1С-касса будет показывать вам неверную информацию. Именно поэтому, при настройке синхронизации 1С-кассы с другими, более сложными программами 1С, мы предусмотрели так называемый режим старшей, то есть более сложной конфигурации. По умолчанию он включен. А если включен, то 1С-касса понимает, что ее подключили к другой, более сложной и продвинутой товароучетной системе. И значит, учет остатков будет вестись именно там. А в 1С-кассе он при этом отключается. Загрузить товары, цены, заказы без проблем. Загрузим. И выгрузим обратно чеки и отчеты о розничных продажах. И даже поддержанные в 1С-кассе товароучетные документы. Накладные, например. В старшей программе 1С эти документы будут приняты к учету. И если вам нужно посмотреть остатки товаров, вам нужно смотреть их именно там. Например, в 1С-рознице или в 1С-унеев. Другое дело синхронизация с программой 1С-бухгалтерия или 1С-бизнес-старт. Очень часто эти приложения используют исключительно для ведения бухгалтерского учета и формирования налоговой отчетности. Тогда флажок старшей конфигурации нужно отключить. После этого учет товарных остатков будет вестись в 1С-кассе. А все данные и документы для бухучета и расчета налогов отправятся из 1С-кассы в 1С-бухгалтерию. Но иногда 1С-бухгалтерию одновременно используют для ведения и бухгалтерского, и товарного учета. Тогда, так же как и с 1С-розницей, 1С-унеев и 1С-управления торговлей, ставим флажок синхронизации со старшей конфигурацией. Тем самым отключаем учет остатков в 1С-кассе. Пусть этим теперь занимается более продвинутая программа. Многие спрашивают, а можно ли все-таки, несмотря на все, что мы только что сказали, вести учет и там, и там? Отвечаем, конечно, можно, но исключительно на свой страх и риск. Если учет совсем простой, то даже очень может быть, что все будет работать. И остатки в 1С-кассе не будут отличаться от остатков в более серьезной товароучетной программе. Но если они все-таки разойдутся, то вы сами виноваты. Ведь мы вас предупреждали и вот только что еще раз предупредили. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Справочное бюро предпринимателя, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Увидимся.